Александра Кремко Александра Кремко Александра Кремко Александра Кремко Мы когда с тобой говорили, что встретимся и будем работать, сниматься, да ты сказал, я хочу здесь в городе где-то, чтобы мы сняли по моим точкам. И назвал ты именно эту точку, почему? Почему мы здесь сегодня очевидны? Ну отсюда по сути все и начиналось. Начинал-то я в 61 году с Черноморского завода. Я закончил школу седьмую, две недели погулял и пошел на завод. И только по той причине, что здесь была мощнейшая на то время в Николаеве кинофотолаборатория. Я туда хотел проник. Вначале я в цех 39-й попал, два месяца поработал и все, медленно подбирался к этой лаборатории. Ну когда я уже почувствовал, там и газета «Трибуна рабочего», и фильмы снимали, и фото каждый день. 25 тысяч народа. Можете представить, да, утром поток идет на Черноморский завод. Это ж какая красивая сцена, когда лавина, лавина просто идет. И я там работал до армии. Потом отслужил и опять вернулся на этот завод. И в это время создавалась молодежная газета. И я пошел в Ленинское племя. Это там твоя вся жизнь прошла. Ну там уже, да, жизнь прошла. Ну с такими редакторами. Они же не просто сухари были. Глушко, Саша, Витя Карпенко, Саша Билык. И что самое интересное, вот у Глушка, например, едем, допустим, Жатва. Едем в Очаковский район. Он горел маяками. Давай заедем на Джигол. Давай заедем еще куда-то. Ага, вот поэтому мы ищем в гидрографии. Вот маяки. Витя Карпенко едем в сторону Мигея, Первомайска. Вот ты знаешь, где-то в поле тут крыница есть. В поле. Вот распахивают в поле, но крыница остается всегда. Говорит, давай ее найдем. Ну это же интересно было. И мы находили все эти наши джерела. И вот обрати внимание, Саша, и в те же времена были и разбивались машины. Ты же сам знаешь, я разбился по-страшному. И что там еще там. Ну и аварии были на заводах. Но ничего там этого не снимали. Почему-то вот здесь понятие где-то, как у художника, эстетика. И что? Еще вот эта вот крикливая правда, да? Она нужна или нет? Почему мы тогда не снимали? Почему? Да, такое жареное мы не снимали. Не снимали. Оно неинтересно было просто. Неинтересно. Были и аварии были, да? И самолеты падали, и все. Ну как-то мы это... А сейчас телевизор же страшно включать. Получается, на дорогах погибает больше, чем на войне сейчас. Подключите. Ты же сейчас приехал из Штатов, да? Там твоя дочка, там, так сказать... Да, я полгода был у нее в гостях. Мы что, научились там у них этому? Мы хорошему научились у Европы и у Штатов по этому поводу? Ну я не знаю, я там телевидение просматривал, там это вообще не показывает. Как не показывает? Редко, редко, очень редко, если это такая масштабная где-то авария. Да. Вот там 30-50 машин столкнулись где-то, чего такое. А так как у нас такого нет. Украинформу я отдал 35 лет. 35 лет. У меня в записи две трудовые книжки. Ленинское племя и Украинформ. Но когда с улицы начинают брать случайных кадров, и они тобой кируют, я этого не смог перенести. Я написал заявление, ушел. Когда зашли три корабля боевых на 61-й завод, в этот же день сдавали на свалке мусорной маленькую электростанцию, новое дело. И пятую очередь в порту сдавали терминал, я посылаю на Киев. Она мне оттуда отвечает. Это все хорошо, не так важно. Вот у вас была маршрутка в аварии, и там люди погибли. Вот поищите этих людей, где они, в больнице или чего. Я позвонил Демьянову, говорю, Саня, я подъеду, вас не пустят родители ее просто. Женщина изувечена до неузнаваемости, ампутировали руку. Я психанул, звоню в Киеве, говорю, вам мало крови Сато? Лента Украинформа забита этой кровью. И еще я буду ходить по маршруткам, искать тех, кто погибли. И написал заявление, ушел. С такими работать тяжело. Невозможно даже. Как нас уже учили и вас тоже. Если есть повод информационный, значит информация жива. Правильно? Но повод нужен. Но ходить возле того столба, где была авария, может быть кто-то цветы, говорит, принесет, вы там постойте. Ну что, это уровень государственного агентства национального. Да неужели мы с тобой устарели? Да мы не устарели, это просто случайные люди попадают на такие должности. И тяжело с ними работать. Я ушел уже. Ну сколько, 55 лет трудового стажа. 55. Красота, она и есть красота. Я же знаю, что ты всю жизнь снимал девушек. Девушек, пейзажи, все это красиво. Конечно, это все красиво. Но надо чувствовать эту красоту. Если ты не понимаешь свет и цвет, то тяжело показать эту красоту. Мы сейчас в хорошем цвете снимаем. Сейчас, ну в своем плане, дымка такая везде. Да, да, да. Тоже оригинально. Вот сейчас через вот эти вот камни можно притянуть корабль. Вот потянуть его так. Он будет и в дымке, и черный, черный на переднем плане вот эти вот глыбы. Да, да, в переднем плане вот этот цепь, там все это и подтянуть корабль. Потом будет очень красивая картинка. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, что для тебя этот город Николаев в жизни оказался? Я хочу услышать вот ощущение того, что ты все равно возвращаешься сюда, в город Николаев. Все равно ты хочешь быть здесь. Почему это? Почему у тебя это повысило? Ну, потому что и родился, и вырос, и уже эта земля кажется самой лучшей в мире. Сколько я видел все эти Лос-Анджелеси, Сан-Франциско. Ну, ты там бы не смогли, да? Тянуло всегда домой. Ну, это, ну, в короткое время можно побыть, посмотреть. Да, оно интересно, оно богато, оно может быть чем-то и красиво. Но родина есть родина. Украина. Просто даже в поле подсолнух еду. Позавчера я вышел, постоял возле подсолнуха. И уже вздохнул, да, уже вздохнул. И в Америке тоже есть подсолнух. Не видел я их. В Калифорнии я их не видел. Не видел? Не видел, не знаю, наверное, завозят откуда-то. Если ты чего-то в жизни достиг, надо быть благодарным тому месту, тому краю, где ты родился, вырос. Нет, ну смотри, что получается. Ты не можешь, ты все равно возвращаешься. Но дочка твоя там прижилась, нормально живет, как положено. Правильно, но она уехала в 20 лет, это одно дело. А уже в нашем возрасте с тобой поехать, я не знаю, как мы сможем. Ну, сложно будет, конечно, сложно. Тот период жизни творческий твой, да? Когда у тебя все удавалось, какие-то были годы и что ты снимал в это время? Это годы были самые, мне кажется, интересные, это в Ленинском племени, в молодежной газете. Когда мы все молодые и все бежали куда-то, не глядываясь. То есть вся жизнь впереди еще. И снимали, и было весело, было как-то было, добрее было время, чем уже конец 80-х и 90-е годы. Ну, там, именно там у тебя началось художественное творчество. Потому что для газеты нужен снимок. Не обязательно там уж очень такой качественный, я имею в виду, по композиции, там, по всем этим художественным вещам. Но ты, отдавая вовремя в работу вот эти ежедневные снимки, да, в газету, ты снимал другое, совершенно другое. Я просто помню это. Потом это все попало в альбомы. И это художественное качество было великое. Ты на то время у кого-то учился или сам шел своим путем? Ну, первые годы самым-самым таким учителем, серьезным у меня был Тученко. Ты помнишь, Константин Васильевич, он был корреспондентом тоже ТАЗРАТАУ. Уехал в Крым, я стал вместо него. Я с ним часто на съемки ходил. На завод, когда приезжали, когда я работал на Черноморском, приезжали, ну, в то время тоже корреспонденты. И правда, известие, Василий Песков приезжал, это великий мастер, да, который весь Советский Союз переснял с вертолета. Весь Союз, от Камчатки до Львова, как говорили. И я их сопровождал, всегда меня вызывали в первый отдел, и ты будешь сопровождать. И, конечно, это была школа, это была школа. Я видел, как они снимают, как они готовятся к съемке. Я видел эту аппаратуру шикарную, о которой мечтал только, ну, уже потом она у меня тоже была. Вот такая школа была. А ты скажи, пожалуйста, ведь нужно, государство тогда заказывало и говорило, снимай только это, снимать только это. Вот это надо, вот это, вот это. У тебя, может быть, душа к этому и не лежала, но ты снимал. Как ты выкручивался из этого положения? Ну, было, но таких моментов очень мало было. Особенно в молодежной газете это была полная свобода. Это полная свобода. Как, говорит, редактор был Куляс, говорит, ты мне сними доярку не с доильным аппаратом, а в короткой юбке, в красивой форме, допустим, самодеятельности она. И напишет, что это доярка такая-то, но не обязательно, если он рыбак, у него в зубах должна быть селедка. Если это хлебороб, то у него колосок торчит. Были такие снимки, да? Не любил, особенно я не любил, когда в черном костюме со звездой героя соцтруда, тот же рыбошапка стоит где-то в пшенице, теребит эту пшеницу. Ну, это неправда, это неестественно, не может такого быть. Я больше любил закатать рукава, я всегда горкушу просил, закатаем рукава, пить же с борщом и кусок хлеба. И даже он не порезан хлеб, а вот отломил кусок этого хлеба. И есть вместе с комбайнерами, с механизаторами, стоит глава администрации. Ну, обязательно его надо в галстуке и в черном костюме пшеницы снимать. Нет, конечно, не верят этим снимкам, надо, чтобы люди верили этой фотографии. Я хочу сказать о чайке. Вот запускаем очередной альбом, ну, нужен вертолет. А штука дорогая, и не так просто на нем полетать. Я говорю, Владимир Дмитриевич, вы себе не представляете, какой красивый Николаев с вертолета. Вот торт разрезан, улицы ровные. Он понимал, что я его специально завожу на то, что если он полетит, то нам удобнее вдвоем. Он найдет и вертолет, он звонит на мягкопровод или кому-то из друзей, тебе под козырек. Владимир Дмитриевич, все в порядке. И мы летим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну, самые памятные такие моменты в жизни. Во-первых, я в Звездном городке был шесть раз в Звездном городке. Но самый-самый интересный поход был у нас с Поповичем Юрием Васильевичем. Мы поехали вручать памятные адреса космонавтам в тот день, когда полетел Жан-Луи Кретьен, француз. С нашим Дженни Бековым они полетели. И в этот момент мы прибыли в Звездный городок. Ну, я не знаю. Климук был тогда самым главным в Звездном городке. Береговой участвовал в этой детской игре «Зорница». А принимал нас такой маленький генерал Климук. Меня что удивило, в кабинет я захожу, сидит его одна голова видна из-за стола. А сзади, вместо того, в Ленина, в два ряда, польская водка Выборова, такая синяя этикетка, и вот он сидит на этом фоне. Мы тогда очень хорошо посидели и пообщались. Что это мы? Шесть космонавтов, генералов. Ты же не один был. Я был с Поповичем, Юрием Васильевичем, и еще с длинноземного завода был один рабочий. И в этот момент, как сказал Климук, я только открыл польскую водку Выборову, шесть генералов, космонавтов. Тут же слетелись, говорит, я их неделями собрать не могу для планерки Летучки. Говорит, ну это шутя все, конечно, мы хорошо посидели. А потом самое интересное было, уже когда мы немножко так хорошо посидели, я говорю, я хотел бы поснимать что-нибудь. Ну как же, быть в воротке, в кабинете просили. Он кнопку нажимает, забегает полковник Летун, честь ему, товарищ генерал. Говорит, бери корреспондента и покажи все. Тут как все? Говорит, я сказал все. Я вижу, полковник изменился и в лице, и вообще все. Потом он мне сказал, говорит, ты знаешь, тут есть такие вещи, о которых узнают через 15-20 лет. Я сам подумал, ну зачем я буду это снимать? Где-то какая-то утечка, я подведу людей. Говорит, товарищ полковник, можно у вас в сейфе оставить аппаратуру, а мы просто так пойдем. Он как на сверху родился, сразу с радостью все. И едем уже после всего поздно ночью. Он дает несколько тюбиков космического обеда, завтрака там. В знак благодарности я его не подвел. Я приехал и в музей судостроения сдал эти тюбики. Там есть судно Академии Королев, и положили туда несколько этих тюбиков питания космонавтов. А теперь еще случай съезд и космонавты. Не помню, по-моему, 27-й съезд. Аккредитован никто не был, с Украины не было никого. Со всех республик были, а с Украины нет. Говорит, вы возьмете в фотохронике ТАСС для себя с ним. Какой интерес к правде Украины или там Родянской Украине показывает, что делегация Курской области идет по Красной площади на заседание съезда. Нет, надо наши, надо Украина. И редакторы из Киева позвонили, попроси свое руководство, может быть, как-то возьмут тебя и ты там все. Я попросил Шараева. Они меня взяли на съезд, сделали пропуск. Я гордостью смотрю, фойе можно снимать, трибуна, зал можно снимать, ну все можно снимать. Задание будет выполнено. Каждый вечер в 8 часов поездом я отправлял пакет на Киев. И вдруг я подхожу, маленький лейтенант с 9-го управления КГБ меня почитал и в сторону отводит. В удостоверении написано Александр Александрович, а в пропуске Александр Алексеевич. Все, я не попадаю. Ну а я не ушел, я же говорю, вот какой-то знак, какая-то сила сверху из космоса, наверное, помогает и подсказывает. Я пошел, сел, сижу один, никого нет в зале, начался съезд, уже аплодируют, все. И вдруг слышу, бегут человек шесть, я так глянул со второго этажа, фуражки летные в руках, бегут молодые ребята, капитан там, старший лейтенант. И этот парень, который меня не пропускал, подходит, говорит, вы не могли бы нас сфотографировать, это будущие космонавты, они шествуют над 9-м управлением КГБ. Я говорю, ну я же тебя тоже просил, сейчас все будет в порядке. Я их снимаю, он меня берет под руку, заводит в зал, подводит в трибуне, где твои николаевцы сидят, ряд такой-то. Подхожу, делегации попереснимал, все, аж легче на душе стало. Задание выполнено. А так я не знаю, что это, газеты, все газеты в Украине оставляли место. На первой странице оставалось место. Они ждали эти снимки. И вдруг я бы не сработал, я не знаю вообще. И что же ты принес киевскому агентству? Агентству? А что я принес? За что тебе дали самый модный аппарат, который был только у москвичей, на Украине ни у кого нет. У всех еще москвичей был Никон-301. Это за испытание тяжелого вынесущего крейсера. Адмирал флота Кузнецов, когда его сдавали, я 10 суток был в Черном море на сдаче. И фотохроника заработала около 30 тысяч долларов на съемке, на одной съемке только. За границу продавали? Продавали все, я говорю, американские журналы, японские, французские, английские. Выдавали на обложке, красиво с вертолета идет мощный крейсер. А дальше в разворотах рассказывают об этом корабле, где построен, как построены все. И я подошел, мне говорят, ты такие деньги принес, агент, иди что-то проси. Ну, с Николаева с периферии приехал хлопец, пошел к главному редактору. Говорит, так и так, у нас сейчас заложен, а варях уже строится, а там еще корабли. Я говорю, я не успеваю переводить курок затвора без автомата, который дает в секунду 5 снимков. Самолет садится, это секунды буквально. Он так пробежал возле тебя, ты не успеваешь переводить. Без разговора директор пишет, склад выдать на Николаев, Никан-301. Из Киева редактор позвонил, говорю, Сашок, давай через Киев, покажи хоть аппарат. Я говорю, не, ребята, ничего, никто не показывает, вы его заберете у меня. Я уже взял билет на Николаев. И все, я его... Ты снимал первые взлеты и посадки на... Самые первые, да. На авианосице. А у Бакиров, он потом стал, это Таджик, он стал потом космонавтом. И Пугачев, который в Ля-Бурже показывал кобру Пугачева. Вот этих ребят я снимал. Как это было? Ты это видел? Как люди... Ну, это было вот так вот рядом. Вот так вот рядом. Они одевали. Там же большие перегрузки при посадке. Он садится со скоростью 270 километров. Самолет. Они одевались как космонавты в оранжевых красивых костюмах таких. Это подготовка шла такая серьезная. Но они опытные. Они классные летчики. И все это было без вопросов, без проблем. Но самое интересное было потом, когда меня вызвал генерал Олейник в КГБ. И говорит, ты рассекретил всю мощь страны. На обложке идет корабль, а на развороте штук 15 маленьких снимочков. И на одном снимке самолет Су-27, а впереди вместо лобового стекла такой синий-синий какой-то планшет огромный. Он говорит, что это? Американцы пишут, русские нас обманывают. Это новый летательный аппарат. Это не Су-27. Что? Цифры же не было тогда. Были негативы. Все это в Киеве. Я звоню в Киев. Поездом передайте мне эти все оригиналы. Мне надо доказывать. Я говорю, 12 лет тебе вполне хватит за рассекречивание мощи страны. Не было так рассекречено еще. Прислали мне эти негативы, все увеличили, посмотрели. Это просто лист фанеры был привязан к этому лобовому стеклу, чтобы сквозняк не пробивали сквозняки. Там борта открыты, левый и правый борт открыты. И сквозняк такой сильный. А ребята просто одели это. А американцы говорят, это новый летательный аппарат. Ну что, Саша, жизнь прошла не даром, я так понял. Да не даром, говорит. Жизнь удалась и прошла не даром. Но, как вот моя мама говорила, а что сердце сейчас успокаивает? Вот сейчас, что успокаивает сердце? Сердце успокаивает то, что все нормально у дочки. Двое внуков растут. Вот внучку подарили мне на день рождения, ей уже 9 лет. Назвали Алексой, в честь деда. Именно на 18 мая она с роддома позвонила мне, с Калифорнии, говорит, я дарю тебе внучку. Вот, старшему уже 15 с половиной, уже на права сдал. Ездить еще нельзя, у них 16 лет можно ездить. Но уже заранее готовится, уже он сдал на права, будет, теперь давай дед машину. Саша, я хочу, что под конец тебе знаешь, что сказать. Я рад, что здесь, в жизни, за эти десятилетия, мы не часто, но были с тобой вместе, правда же? Да, мы шли по жизни 50 лет. Я рад, что ты говоришь, что у тебя жизнь состоялась. Я тебе теперь желаю только одного, понимаешь? Благополучие у тебя есть. Ну что там, все устроено, все прекрасно. Давай-ка ты живи здоровым-здоровым, смотри на это прекрасное небо с удовольствием, а на жизнь, может быть, с улыбкой. И будь здоров, хорошо? И фотоаппарат не буду забывать. Давай, будь здоров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!